Несколько слов скажем о военно-политической обстановке. И начнем мы, наверное, с такой новости интересной, которая почему-то очень слабо у нас освещалась в средствах мансовой информации и была практически не замечена. Дело в том, что в четверг на прошлой неделе в Киев приезжал неафишируемый визит директора ЦРУ Бернс. Он перед этим встречался с российскими представителями и привез в Киев план капитуляции Украины. Я даже не посетяюсь этого слова, потому что Бернс пытался оказывать на наше руководство политическое давление, чтобы мы приняли условия Российской Федерации в плане перемирия. Мир в обмен на территории. Вот что он предлагал. Вообще, Бернс, у меня такое впечатление складывается, что он работает исключительно на Кремле. Несмотря на то, что он является директором Центрального разведывательного управления, главной разведки Соединенных Штатов, но почему-то у него кремлевские нарративы просто зашкаливают. И он постоянно пытается отстоять позицию Путина. Постоянно. Они два там. Селиван и Бернс. Селиван это советник по безопасности в Белом доме и директор ЦРУ Бернс. Вот они, я бы назвал их там два голубя мира, которые обещают, видимо предлагают Джо Байдену, дать им возможность додавить Киев, то есть нас с вами, заставить подписать мирное соглашение с Рашистской Федерацией, мир в обмен на территории. Не просто застолбив, там информация даже была, что не просто застолбив ту линию фронта, которая есть сейчас, а отдав те области Украины, которые Путин, по его собственной инициативе, включил в состав Рашистской Федерации. Вот это, мне кажется, намного важнее. И, кстати, именно с этим визитом, именно с позиции Бернста, который он пытался здесь заставить принять наше политическое руководство, именно с этим, возможно, связана фраза президента Зеленского, о которой он сказал в ходе своей пресс-конференции, что никто не может нам навязывать условия переговоров с Путиным. Ну и потом объяснил, что Путин не хочет переговоров, Путин хочет уничтожить нас, как Украину. Ну, кстати, и то, что переговоры с ним сегодня невозможно. И, кстати, подтверждение того, что для Путина главная задача этой войны, и, скорее всего, он не остановится, пока ее не выполнит, это ликвидация нашей страны, нашего государства, и нас с вами, как нации. То есть, прямой геноцид и полная потеря государственную. Вот это цели, которые ставит перед собой Путин. Об этом вчера, кстати, сообщил с трибуны Организации Объединенных Наций, не вчера, позавчера, 24-го числа, в годовщину, в годовщину начала массированного вторжения расистских войск в Украину, Небензя, постоянный представитель РФИ в Совбезии ООН, он сказал, что, типа, Запад два года тянет волынку, не дает Украине проиграть, поставляет оружие, и вместо того, чтобы подумать и хоть как-то спасти хоть какую-то часть Украины, вот так вот он сказал. То есть, они точно предусматривают и не собираются от этого отступать, что больше или вся Украина должна перейти под контроль Рашистской Федерации. Вот такое вот событие, на мой взгляд, это ключевое событие, это очень важно, что в администрации, сегодняшней администрации Белого дома, есть такие сильные фигуры, ну, директор ЦРУ, в всяком случае, довольно сильная фигура, под ним очень мощная институция, и ЦРУ собирает, собирает разведданные, строит секретные базы на территории Украины. Ну, почему-то это сливается в открытую сеть, пока не можем точно разобраться в причинах, почему был такой массовый слив информации. Но, тем не менее, ЦРУ борется с Рашистской Федерацией, как разведслужба, как спецслужба, а ее директор пытается притворять в жизнь хотелки Путина. Такое впечатление, что он еще по совместительству работает на Кремль, кроме того, как возглавляет Ленгли. Далее, Армения, Wall Street Journal проанализировала ситуацию, и на сегодняшний день Армения является главным хабом, логистическим хабом Рашистской Федерации по поставке санкционных товаров. Экспорт США и ЕС в Армению, сохраняющий торговые связи с Рашистской Федерацией, резко возрос, ну, там на 500, на 400 процентов по некоторым позициям. Хотя Армения никогда не увеличивала потребление этих товаров, и которые, или комплектующих, которые они закупают. Становят, ну, понятно, отслеживают дальнейшие цепочки, мы потом эти товары, особенно там, касающиеся электроники, или компонентов, которые входят в образцы вооружения, мы потом на поле боя, в обломках этих образцов вооружений, мы их и находим. Вот такая вот там ситуация. Кстати, президент Зеленский анонсировал, точнее, офис президента анонсировал, что возможен визит в Азербайджан и Армению, ну, с Азербайджаном мне вопросов нет. Давно, я считаю, надо было пообщаться с господином Алиевым, потому что столько, сколько помогает нам Азербайджан, и как нас поддерживает, ну, то я считаю, что визит вежливости должен был состояться давным-давно. А вот Армения вопрос, зачем ехать во вражескую страну, которая высказывается за Рашистскую Федерацию, которая поставляет комплектующие для производства вооружения Рашистской Федерации ракет, которые потом летят нам с вами на голову, бомбы там и все остальное. Вот. Я считаю, что нет, Армения нам в данном случае не друг. Наоборот, у них там есть свои какие-то терки с Рашистской Федерацией, с другими соседствующими странами. Армения член АДКБ. На минуточку в этот сам блок, который Путин пытается втянуть тоже, или во всяком случае очень сильно пытался втянуть войну в первые месяцы, когда понял, что Киев за три дня не будет, вот тогда были там попытки и Белоруссию втянуть, и Казахстан втянуть, и Армения. Помните, как передача самолетов? Что Пашиняну пришлось оправдываться, что самолеты находятся на базе, никто их не передавал, Рашистской авиации, когда мы начали тут сбивать, и летчики вроде как на месте оказались, что тоже они не передавали. Хотя такие попытки были все время. Поэтому я абсолютно не вижу, что общего может быть между нами и Арменией. Тем более, я так понимаю, что Франция, которая сейчас там обязуется дать Армении кучу оружия, и обучать военспецов особо не спешит нам помогать. Да, мы контракт заключили, но контракт аж до конца 25-го года на поставку Цезаря, 75 САО «Цезарь». При том, что вполне возможно, если мы будем наращивать производство, наша «Богдана» является прямым конкурентом «Цезаря». И есть ли смысл покупать за валюту «Цезаря», если можно произвести за гривны собственные «Богданы». Так что тут тоже надо еще подумать. И Франция заморозила, точнее наложила вето на использование денег Евросоюза за его пределами для закупки боеприпасов для Украины. Так что вот куча аргументов, чтобы не ехать в Армению. Надеюсь, в офисе президента одумается. И Азербайджан, да. А вот с Арменией вопрос огромный. Далее польские фермеры частично сняли блокаду. Блокада снята с одного пропускного пункта, на остальных она продолжается. Опять устроили, ну в принципе, это уголовное преступление. Они распломбировали вагоны, которые шли транзитом через территорию Польши в другие страны. И высыпали кукурузу. Кукурузное зерно высыпали из 10 вагонов. Но это уже ущерб в особо крупных размерах. Это уголовное наказуемое деяние. Мы надеемся, что польская полиция разберется и привлечет к ответственности участников этого вандального акта. Это уже четвертый акт вандализма в отношении нашей сельхозпродукции. Но один пункт они разблокировали. На сегодняшний день. И то, благодаря тому, что министр сельского хозяйства Польши подписал с ними меморандум, в котором обязуется правительство учесть все требования протестующих. Но протестующие не воспринимают это всерьез. Или просто, знаете, как вот эти требования дайте больше денег на дотацию для сельского хозяйства. Это предлог. Потому что они опять грозятся возобновить полную блокаду границы с 1 марта. А до 1 марта они частично приостанавливают протесты. Но частично, не полностью. Это первое. И второе. Дональд Житуск обещал взять, точнее включить эти пропускные пункты, все КПП включить в объекты критической или стратегической инфраструктуры. А в этом случае они должны быть взяты под охрану силами правопорядка. И, соответственно, никто не имеет права заходить на территорию режимных объектов. И они должны функционировать беспрепятственно. Они могут митинговать, фермеры, но за забором. То есть не на территории КПП, не на дороге, а за забором. Вот такая вот история. Но пока мы этого с вами не наблюдаем. Ни включения в список стратегических объектов КПП на польско-украинской границе. Ни разблокировали только частично один пункт. Заработал более-менее в штатном режиме. И то с угрозой через 4 дня превратить его опять, заблокировать его опять. Даже через 3 дня. Сегодня 26-е. А с первого... 29 дней. Год высокостный. А с первого марта они грозятся возобновить блокаду. Далее Великобритания выделит 245 миллионов фунтов на боеприпасы для Украины. Это 310 миллионов долларов. Так, чтобы было понятнее для нас, для всех. И не искать сегодня, каков кросс-курс между долларом и фунтом. И глава Минобороны Британии Шепс подчеркнул, что боеприпасы это то, в чем Украина отчаянно нуждается в данный момент. Добавив, что мир не будет в безопасности, если мы не остановим такого тирана, как Путин. Плюс, в ходе визитов, которые состоялись 24-го числа в Украину и частично 25-го, 24-го за эти 2 дня, которые были приурочены к годовщине, 2-й годовщине массированного вооруженного вторжения российских войск в Украину, Канада и Италия подписали с нами договора о долгосрочном сотрудничестве и безопасности на переходный период. Я подчеркиваю, это только безопасность там идет на переходный период. А так, это договора на долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности в военно-техническом плане. Кроме того, Европейский Союз пообещал, что передаст нам до конца марта месяца 170 тысяч боеприпасов. Практически это примерно месячная норма. Вот считайте, что месячную норму они нам передадут. При этом говорилось о том, что была информация в открытых источниках, что у Украины, у нас с вами накоплено боеприпасов, но в таком темпе, как сейчас, в жестких лимитах, до июня месяца нам должно хватить. Сейчас еще на месяц нам 170 тысяч подбросят. Там, глядишь, в апреле месяце, может быть, подойдут вот эти уже боеприпасы из 800 тысяч, которые Петр Павел нашел и хотят закупить. Также было объявлено о том, что в марте Урсула фон дер Ляйен сказала, что в начале марта мы получим первый транш помощи Европейского Союза из того пакета, который они проголосовали, на сумму в 50 миллиардов евро. Первый транш составит 4,5 миллиарда. Так что, видите, Европа старается перехватить инициативу, надо отдать им должное, даже при всех внутренних несогласиях и вот таких нюансах, как Франция устроила с Кипром и с Грецией, заблокировав покупку для нас боеприпасов за деньги Европейского Союза. Все равно помощь идет, боеприпасы ищут. Кстати, сейчас еще появилась информация, что Олаф Шольц договаривается с Индией купить у Индии боеприпасы для Украины. Вот так вот звучит это. Индия не хочет напрямую продавать там боеприпасы, но при этом не возражает, если их купит Германия и передаст их Украине. Так что там тоже ведутся переговоры. Дай бог, к лету мы получим необходимое количество боеприпасов, а может быть даже больше. Потоп будет налажен. Также лидеры Большой Семерки обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года. Об этом было сделано совместное заявление лидеров Большой Семерки. Они усилят ценовой потолок на российскую нефть, попытаются ограничить доходы Российской Федерации от продажи энергоресурсов, что является главным источником доходов РФ на сегодняшний день. Российские суверенные активы будут оставаться замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Украине. Хотя все чаще раздаются голоса о том, что их надо все-таки конфисковать и передать полностью Украине, отобрать у Российской Федерации. Ж7 продолжит санкционное давление на РФ и компании из третьих стран, которые будут помогать обходить санкции. Ну вот, кстати, Армения первый кандидат, я так понимаю, на вторичные санкции, потому что они, я же говорю, главный логистический. Сегодня по объемам, маленькая Армения по объемам главный логистический хаб Российской Федерации. Также в середине марта Еврокомиссия продолжит переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. И в середине марта, как сказала Урсула фон дер Ляйн, глава Еврокомиссии, Еврокомиссия предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. То есть, как и обещалось, этот процесс продолжается. Сейчас мы получим эти рамочные условия и будем понимать, куда нам двигаться, какие законы надо принять, какие изменить, какие отменить. Для того, чтобы мы стали полноценным, в ближайшие годы стали полноценным членом Европейского Союза. То есть, процесс идет и не стоит на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...